всем привет в этом видео вы узнаете ответ на вопрос который мне задавали подписчики а также как и я сам задавался самому себе когда хотел делать самосвал и так чтобы все это показать сейчас я подниму кузов это надо завести так кажется ковлятор сил так значит 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 может понажимаем опада где у меня только ток пропал так масса что ли все вообще происходит у кого такое случалось еще раз пробуем заводить опада аккумулятор что ли ну-ка так но по крайней мере фен показывает 12 и 2 сейчас так Продолжение следует... Не пойму, что такое... А, вот, кстати, пока машина не заводилась, сейчас вот... Эта кнопка включает комп, вот тоже я сделал кнопку, поставил с лампочкой, нажимаешь, она включилась, потом при заведем состоянии, здесь есть воздух, конечно. Вверх поднимает кузов, посередине, ни туда, ни сюда, вниз она спускает. Так, она что-то не заводится... Так, неужто аккумулятор съел? На улицу осень же, все только... Так, может, это поможет сейчас... Так... 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 Так, не знаю, у кого что, или... Так... Холст я покушал, ничего не получилось... Только кислое лицо... Короче, такой вопрос... Что случилось? Напишите... Напишите мне срочно... Хотя, наверное, к этому временному... Может, я его уже сделаю... И вы досмотрите видео в нормальном состоянии... Так, ладно... Аккумулятор... Двенадцать и два... Двенадцать и два... Двенадцать и два... Так, посмотрим... Может, вода попала сюда куда-нибудь... На массу или... Нет... Куда может вода попасть? Так, ну-ка... Так... Почему такой звук? К чему такой звук? Обычно такой звук есть... Аккумулятор сел... Он у меня показать 2,2... Так... Тут может проблема... Сейчас... Торев'а Ль Sierra... Эххххл... I'm cierto.... так я пришел к такому выводу что у меня сел аккумулятор и за то что остался и за то что оставил включенным сухой фен сейчас подцепил пускач вы иногда помогает иногда нет это включил конечно не до включил здесь все в солидоре на хрен 0 эмоций кстати один раз и вот свечи 12 и 24 одесс у меня это стояла здесь и убил аккумулятор совершенно случайно не спрято свой долл что ли мешает них у нас и смотрите так вау кайф так сейчас видим что видите у меня воздух накачанный так ладно воздух накачен накаченный сейчас надо снять так вот-вот-вот отключил там установлены включаем ком степление нажимаем при этом нажимаем и сейчас кузов поднимается «Карста» «Карстук» «Карстук» так 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 смотрим кузов подняли только высокий у нас давайте начнем с чем мы видим сотворосты вот вот каска это у нас 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 цилиндр четырехступенчатый отдела так ладно не так рассказываю нормально короче как нормальный пацаны давайте просто и все общаться был у меня бафик не самосвал бортовой надоело песок навоз щебень самому выгружать по батареи заходил самосвал смотрел все в youtube везде все пережил и в итоге ничего толкового не нашел здесь своем городе спрашивал мужиков кто на у вас сделал кто на это кто на что делал на газели и посоветовали в одно одного автомеханика в общем поехал я к нему он несколько сказал что купить и все сделал первым делом он мне сказал купить вот этот швеллер вот он он это на это на 10 так и называется швеллер на 10 настоящий швеллер а то я сперва купил ему какой-то другой швеллер надеюсь он был накатанный или будут так или как там правильно называется короче растрата у меня было она у меня сейчас лежит дома не знаю чем делать потом купил заново опять швеллер надеюсь настоящий и того отсюда до сюда получается у меня 410 что ли я не помню короче 4 метра наверно швеллер на 10 купил потом он мне сказал трубы купить вот эти вот вот эти трубы вот они 1 2 3 так потом вот 45 трубы трубы эти трубы у меня как продавец сказал буровые штанги 3 метровые буровые штанги из бурового из буровой машины называется ппу пбушка она обычно используется изысканиях геологических геологических изысканиях она я видел например в ю тубе или в интернете ну как и там и там установка буровая бабушка на гусеничном везде ходе либо на газ 66 либо на старом зеле на урал и так далее если интересно посмотреть так 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 потом он не сказал то есть мастер сказал купить получается так швеллер трубы и вот вот это видите форминки на 10 это десятка лист на 10 получается сколько 20 на 30 до 20 на 30 это квадрат он отпилил его потом после в ходе работы швеллер сзади вот этот швеллер сзади это не 10 25 нас 5 или 30 30 вот ну у каждой машины своей характеристики своей этой конкретно я рассказываю набор феникс или рулетку взять или линейка наверно взять так давайте сейчас на паузу говорю возьму лучше линейку так вот давайте заново швеллер на 10 так делаю вот 10 вот с этого конца до этого конца так 4 метра там 4 метра вот здесь швеллер десятка здесь для усилия для гидроцилиндра так еще там швеллер она у нас она у нас так да она на двадцатку швеллер на двадцатку еще так заметили видите здесь соединение просто на стандартные места то есть у меня кузов лист стандартные остался тот же который был ничего не отжил сверху спросите зачем эти доски я просто недавно но вас возил вообще классно 5 кубов 7 кубов вообще в легкой заходит так еще 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 купил купил труба труба это так 80 так трубы я трехметровый купил две штуки а там потом он мне сказал гидроцилиндра у него есть свой у него почистил отремонтировал два раза отремонтирую 1 потек гидробак отдела тоже я это мастера взял купил так так самый-самый главный самый-самый главный самый-самый главный я купил в интернете если кому интересно напишу сайт за 13000 ком то есть коробка отбора мощности вот она прикрепляется к коробке вот потом после него идет вот насос нша 32 нша это значит наш осна насос шестигранный на 32 я думал на 10 пойдет либо там 16 это он сказал ну человек более опытный делает камазы он сам есть на камазы на камазе комиссии вот сказал на 32 будет помощнее потом видите там вот лягушка такая вот лягушка я не знаю как его правильно называется лягушка в магазине камаз она продается она включает у камаза заднюю блокировку если не ошибаюсь так а а у меня она включает коробка отбора мощности потом коробку отбора мощности в общем давайте вот так я эту купил эту купил эту купил сейчас как она работает расколоть чуть 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 позже последовательно так смотрите он не спрашивал что кузов новую делать или я сказал заставить стандартные то есть как есть то и того вместо этого швейдера лежал сразу вот этот синий свой родной а как он взял у него поднял поставил в это дина стремянки раз два три четыре-четыре-пять стремянок потом усилил раму это заварил лист усилил сам кузов видите вот там тоже там тоже швейлер на 10 вот и до вот так вот вот работает она как работает она вот так так вот я песка навозил ваших кайф к классно работает она вот так он сказал так как у тебя есть воздух компрессор рейсирует то есть вот это называется бачок рис вижу то есть накопитель воздуха он не предложил давай сделаем два ряда с помощью рычага как обычно на вазике видите наверно так ю тубе там открывают закрывать я это это вообще не понимаю зачем такую вещь зачем зачем вот у меня на кузов и кузов и камина поднимается за и тона моделных в общем машина заводится с ключа и все аккумулятор не тел конечно же потом воздух качает воздух накачал резервы нажимаем на кнопку вот это включить коробку отбора мощности то есть начинается крутиться там 32 насос то есть 32 коняет по всей системе гидромасла в мгз я залил так а эта кнопка от камаза вверх нажимаешь она поднимает посередине нейтрал вниз она опускает а что он опускает и что она включает вот здесь у меня электромагалины клапаны от камаза тоже вот она так они у меня на 12 вольт потому что мне надо 12 вольт так 16-12 вот ну тоже в магазине автозапчасти для камаза получается я анша включаю там кнопку включается этот тут зажимается внутри что-то воздух идет на туда 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 вот по этим тонким трубкам и включается вот этот лягушка толкает включать также насос вторую кнопку нажимая это и она отдает на распределитель вот она вот трубки и распределитель уже толкает масло кузов поднимается кузов подняли нажали на нейтрал либо на степление кстати иногда если круженый степень нажимаешь почему это обратно спускает но это не беда и спускать вот это вот это вот еще тут небольшой минус видеть этот слайд хитра рвд рукава высокое давление он идет и здесь он задевает у меня кардан он у меня самый первый рейс тоже схвал немножко вот ведь я помотал проволока вроде помогать и не помогает так слабый так зато очень много плюсов когда будет подняты кстати ли чисто для безопасности надо было сделать вот стопорный держатель отсюда сюда или здесь но я иногда ставлю доску она там валяется на земле так вот так пошлете кстати 1 резервы иногда не хватает она мне бесит хочу еще одну поставить ну как как поставить и куда опасай тут вообще мест нету мест и на заправке кстати бак заправлять 8 удобно чуть-чуть поднял чуть-чуть приподнял все менять удобно поднял кузов на теплостар залезал на сухой фен заливаю солярку сюда заливаю все удобно это меняешь кузов поднял двигатель смотрите удобно так вот из минусов что я говорил из минусов вот этот шланг рвд очень длинный она у меня мешает то а если укоротить его она мешает неудобно видите цилиндр нагибается она длинность цилиндр туда уходит она коротким становится гидробак вот она у меня проблем не знаю сколько заливать масло и как заливать масло и сейчас открою и залью цилиндр опустится от масса вытечет при опушенном состоянии подлезть и вот оттуда вообще сложно так так а кстати я сейчас покажу еще один небольшой минус покажу то есть я сейчас спущу еще один небольшой минус покажу сейчас кузов кузов спустим борт у меня такой же обычный скид скидывается назад не стал делать поворотно откидной так вот нажимаем на кнопку а почему не работа потому что я массу выключил точно как масло идет из минусов из минусов надо доделать вот брызговики видите где они стоят надо их подвинуть в эту сторону чуть-чуть дальше надо еще поставить сюда брызговик с этой стороны тоже самое видите надо крыло подвинуть и брызговик нормально задеть доделать еще я у меня свои 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 родные фары сгнили я поставил от газели капец тут долго маялся как тут с проводами вот там кузов хороший так хотел доску покрасить доску вот что очень интересно сколько спросите вы это систему за гидросистем за самосвал за все про все отдал денег она вышла у меня вместе с работой именно вместе с работой 125 130 тысяч 125 а вместе с нервами 130 тысяч вот так вот вроде все понятно показал все четко раньше а 32 ведет себя хорошо показывает она отлично результаты ком хорошо работает вот в общем делаете самосвал смотрите либо это видео пересмотрите хорошо хорошенько либо может у кого-то еще получше снятые либо попроще сняты в общем делаете самосвал а здесь этой системы то есть вот я полагаю это очень 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 просто простенькая в общем так такую систему может сделать каждый еще можно было знать как откуда назад подвинуть и сюда поставить манипулятор и то и манипулятор и самосвал вот так вот ладно всем пока а а а а а а у а у а а